Добрый вечер! В эфире выпуск новостей на телеканале Катунь24. С вами Егор Матаев. Вот главная тема к этому часу. Уборку снега с крыш в Бурнауле будут контролировать беспилотники. Таким образом, городские власти будут следить за работой управляющих компаний. Подробности через несколько минут. Часть кровли обрушилась в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина в Бурнауле. А между жильцами война. Одни винят в этом управляющую компанию, другие – без инициативных соседей. Подробности в выпуске. В Алтайском государственном краеведческом музее открылась выставка более 40 полотен новосибирского художника Николая Марцы. Какие работы представлены? Смотрите прямое включение с места событий в выпуске. В Родинском районе началась прививочная кампания против COVID-19. Желающих поставить прививку в первый день вакцинации оказалось больше 50 человек. Иммунизация будет проходить в два этапа. Через 21 день после первого укола необходимо ввести второй компонент вакцины. Всего в село Родина поступило 150 доз «Спутник В». Определены контингент на эти 150 доз. Прежде всего, конечно же, это пациенты, которые старше 60 лет и которые стоят на диспансерном учете, у которых нет обострения хронических заболеваний и которые записались, решили привиться одни из первых на территории Родинского района. Всего в Родинском районе с начала пандемии лабораторно подверждено 628 случаев заражения COVID-19. Сейчас 41 пациент, инфицированный коронавирусом, находится на лечении. 17 на стационарном, 24 на амбулаторном. Всего в районе обследовано 3444 человека. 26 миллионов выделили из краевого бюджета на капремонт Краевой детской стоматологической поликлиники. Ежегодно врачи в ней принимают около 28 тысяч маленьких пациентов. В поликлинике полностью отремонтируют все кабинеты, фасад здания, входные узлы, а также приобретут новое оборудование. После капремонта здесь откроют первое в регионе отделение по лечению зубов под наркозом у детей до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. Помощь им будут оказывать по полюсу ОМС. Отмечу, вскоре филиал краевой детской стоматологии появится и в Новоалтайске. Сейчас уже выделено помещение, произведена проектно-сметная документация на ремонтные работы. Помещение выделено на базе горбольницы Литвиненко. Это здание старой аптеки. Это трехэтажное, отдельное стоящее здание с цокольным этажом. 400 миллионов рублей из бюджета Алтайского края направят на строительство школы в Первомайском районе. В селе Повалиха начнется возведение школы на 360 учащихся. На площадке идут подготовительные работы. К августу 2022 строители построят три этажа, обустроят гараж-стоянку. После переезда учащихся в новое здание действующую школу демонтируют. На ее месте появится спортивный стадион. Завершить весь комплекс работ на объекте планируется в 2023 году. На первом этаже будущей школы предусмотрены кабинеты начальных классов с отдельным спортзалом. Класс УБЖ и столярная мастерская, медицинские помещения, а также столовая на 190 посадочных мест. На втором и третьем этажах будут располагаться предметные кабинеты. Кабинеты химии, биологии, географии, русского языка, информатики, а также иностранных языков. Проект предполагает помещения для внеурочных занятий, кабинеты социального педагога и психолога, и музей. К тому же в здании расположен пассажирский лифт вместимостью 1000 килограммов. Часть кровли обрушилась в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина в Барнауле, а между жильцами война. Одни винят в этом управляющую компанию, другие без инициативных соседей. Тему продолжит Софья Житина. Часть кровли в доме по адресу Ленина 187 рухнула под тяжестью снега прямо в одну из квартир. Благо, никто не пострадал. Счастье, что здесь не было квартиранта, который тут живет. То есть никто не пострадал. Мы сейчас все жильцы дома боимся, что это произойдет в любой другой квартире. Часть жильцов обвинила в этом управляющую компанию ЖЭУ-6, которой они ежемесячно платят за содержание жилья. Елена Зырянова убеждена, очищать крышу от снега – это их обязанность. Рассказывает, в прошлом году кровлю изредка чистили, а в этом ни разу. Жильцам приходится нанимать для этой работы другие компании за собственные деньги. В управляющей компании от комментариев отказались. А в базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства мы увидели – дом за ней не закреплен. Поэтому ответственность за содержание жилых и нежилых помещений лежит на владельцах. Житель дома Олег Банашко убежден – собственники сами виноваты, доводя квартиры до состояния руин. По его словам, в разрушенном помещении живет местный пьяница, которому его состояние абсолютно безразлично. Раз квартира приватизирована, нужно за ней смотреть. Вы думаете, что потолок обвалился тоже по вине этого гражданина? Думаю, да. Потому что этот потолок начал вводиться еще года два назад. Его можно было сделать, привести в порядок, там усилить немножко. Но, к сожалению, он вообще ничего не делал. По словам экспертов, дом находится в аварийном состоянии. Кровля перекрытия и стены здания долгое время не обслуживались. Не выполнялся, по их словам, и текущий ремонт. Оттепель лишь усугубила масштаб проблемы. Произошло попадание талой воды непосредственно в чердачное пространство на перекрытие, что увеличило нагрузку на несущую способность перекрытия. Перекрытие деревянное. Перекрытие имеет следы массовых протечек, имеет следы гнили древесины. Нормативный срок эксплуатации данного перекрытия, он уже превышен. А до капитального ремонта крыши еще 14 лет. По региональной программе он намечен на 2035 год. Сейчас жильцы планируют обратиться в администрацию, чтобы срок перенесли. Может не простоять, тревожно замечают они. Юристы же настоятельно советуют найти другую управляющую компанию. Подыскать управляющую организацию, которая готова была бы взять на себя ответственность за такой многоквартирный дом, взяла бы его в управление, включила в лицензию и начала бы активно заниматься работами по подготовке необходимой документации для скорейшего капитального ремонта кроме данного многоквартирного дома. Для этого жильцам необходимо создать инициативную группу, организовать общее собрание и совместно выбрать способ управления домом. А пока забота о доме – это их личная ответственность. Софья Житина, Алексей Шаульский. Новости. Уборку снега с крыш в Барнауле будут контролировать беспилотники. Как пишет пресс-центр городской администрации, осмотром с использованием дронов МЧС занимается оперативная группа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по поручению главы Барнаула Вячеслава Франка. Вся полученная информация будет доводиться до главы города, глав районных администраций, которые в свою очередь будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий по очистке кровель. Напомню, ранее глава Барнаула Франк провел совещание с профильными комитетами по вопросу очистки крыш зданий от льда и снега. Согласно информации городского управления по ГУЧС, из-за сходов снега в краевой столице повреждено 13 автомобилей и два газопровода. И к другим темам. Серийный алтайский насильник Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре. В ночь на 4 августа в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день. Им оказался экс-старший следователь из Горноалтайска Александр Сатлаев. Изначально бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. Расследованием этих преступлений занимался он же. Его судили за причастность к 11 изнасилованиям. В 2019 году он вышел на свободу и почти сразу совершил нападение на женщину, а после улетел из России на Кипр. Однако вскоре его задержали и там. В настоящий момент правоохранители занимаются поисками беглеца. В Ленинградской области пенсионер расчленил уроженку Барнаула и раскидал останки вдоль дороги. Пакеты с частями тела нашли на трассе в городе Мурино. По версии следствия, женщину убил мужчина, с которым она накануне выпивала. 7 февраля 65-летний пенсионер и 37-летняя женщина поругались в ходе застолья. Хозяин дома начал избивать гостью по голове. Удары оказались смертельными. Чтобы скрыть преступление, мужчина разрубил тело жертвы, сложил в полиэтиленовые пакеты и раскидал их вдоль дороги. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Прямо сейчас в Алтайском государственном кровеческом музее открылась выставка более 40 полотен новосибирского художника Николая Марцы. И на прямой связи со студией находится наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Дмитрий, здравствуйте. Какие работы представлены на выставке? Да, Игорь, здравствуйте. Как вы уже сказали, что в Алтайском кровеческом музее представлено больше 40 работ и все они посвящены Сибири и Алтаю. Но вот какой они несут посыл, да, и что на них изображено, расскажет там сейчас сам художник из города Новосибирска Николай Марцы. Николай, вам слово про эти картины, про ваши работы. Здравствуйте. Ну, самое главное слово, которое подходит к данной выставке, это реконструкция мировоззрения скифов. То есть попытка не просто изобразить ихний быт, вот как бы близко к той археологии, которую мы все находим, а именно придумать или представить, как эти скифы мыслили, как они воспринимали мир. Вот со всеми вот этими сказочными существами, с духами, вот где-то фэнтезийная живопись, можно бы так сказать. Вот. Ну, наверное, вот если с двух словах сказать, то это так. Сколько времени вы потратили на то, чтобы собрать вот такую большую коллекцию, такой большой музей из картины? Ага. Ну, вот картины, которые здесь, их начал я рисовать, наверное, с 2016 года, то есть за 4 года что-то накопилось, что-то уже ушло. Вот. Ну, вот за 4 года, грубо говоря, вот такой работы. Надо сказать, что скифами я стал рисовать, ну, как бы рисовать скифов стал не так давно. Произошло это, ну, не то чтобы случайно, как бы естественно произошло, потому что, когда в 2015 году я с ребятами с рюкзаком ходил по УКОКу, случайно так наткнулись мы на гробницу Алтайской принцессы, где такая скромная табличка, что здесь в таком-то году. Вот. И как-то вроде, как-то вроде все буднично, а потом как-то в голову-то, ну, прошло понимание, что на самом деле вот эта вот знаковая находка, которая, ну, как бы стрельнула через две с половиной тысячи лет, вот здесь вот пролежала, и это ровесница екипетских пирамид, что вот она вот рядом у вас под ногами, и мы ходим по той же земле, где ходила эта скифская принцесса. И вот это вот осознание, оно как бы маленько поворачивается в мировоззрение, и после этого включается, ну, какое-то желание вытянуть вот всю эту историю, всю вот этот дух этих скифов вперед, показать сибирякам и подчеркнуть, что вот это наше родное, наше немножко даже такое патриотичное, что ли, история. Вот. И поскольку художникам всегда трудно найти свое место в жизни, я решил эту проблему путем того, что стал рисовать то, что мне интересно самому и что близко нашим сибирякам, вот как бы вот основная идея. Вот. И когда стал это делать, смотрю, реакция у людей пошла, то есть людям действительно это интересно смотреть, интересно обсуждать, все вспоминают, что они скифы, вот, не просто сибиряки-россиянины. Вы извиняюсь, время, да? Нет, все хорошо. Дорогие телезрители, более подробно об этой выставке вы узнаете в наших следующих вечерних выпусках новостей. И сейчас я передаю слово студию. Дмитрий, спасибо. Ждем от вас подробностей. А прямо сейчас продолжаю выпуск. Есть ли место нецензурной лексики в искусстве? Ответ на этот вопрос попытались найти эксперты вместе со зрителями на площадке театра драмы. Подробности прямо сейчас. Проект «Реплики» существует в Краевом театре драмы второй год. Это интеллектуальные беседы на актуальные для театрального искусства темы. В прошлом сезоне он проходил в формате диалогов вокруг спектаклей. В этом году проект пополнили тематические встречи. Мы хотели бы напрямую общаться со зрителем, приглашать побольше спикеров и существовать в таком формате паблик-ток. Паблик-ток – это публичные встречи и интервью с известными людьми или специалистами в определенной области. Нынешняя встреча была посвящена использованию ненормативной лексики в искусстве. Возможность и мера ее использования всегда является предметом обсуждения. Если мы говорим о театре и об искусстве, то мы должны понимать и определиться в первую очередь с теми функциями, которые искусство выполняет. И уже исходя из определения главных функций искусства, мы должны и мы можем трактовать ненормативную лексику. Организаторы проекта «Реплики» хотят сформировать интеллектуальный клуб с постоянными зрителями, которым интересны процессы общекультурного свойства. Меня завлек, так сказать, рекламный заголовок, в котором рассказали про то, что опытный филолог поведает нам о ценности русского мата, о его правильном употреблении. В ближайшее время в рамках реплик пройдут встречи с творческими людьми и диалоги о спектаклях. Ожидаются и новые тематические встречи. Юлия Шеламова, Анатолий Фукс, Новости. К этому часу у меня пока все. До встречи в эфире.